Детское радио представляет Тайны земных глубин В поисках таинственного кристалла Восьмая серия Дыхание севера Краткое содержание предыдущих серий Ученый Тимофей Тарелкин – геолог Он работает в «Газпроме» Новое месторождение газа, найденное Тарелкиным на острове Посреди далекого, никому неизвестного озера Должно было стать открытием Но случилось невероятное Месторождение неожиданно пропало Начались землетрясения Чего раньше в этих краях никогда не случалось Еще и дети профессора Тема и Лера исчезли Об этом профессор узнал только через несколько дней Когда его отстранили от руководства экспедиции Тимофей Тарелкин отправляется на поиски ребят Лучший друг профессора Эдуард Веревкин Оказался предателем Он решил присвоить открытие Тарелкина себе Но дети помешали ему Злодей при помощи волшебного магнитного резонатора Устроил землетрясение и шторм на озере Лера с Темой, попав в гигантскую воронку, оказались в таинственном подземелье Дети пытаются выбраться на поверхность земли Но приключения уводят их все дальше и дальше в подземные глубины Они вызволяют из завала трехголового дракона Гришу Знакомиться с тетушкой Гранат Тема тайком берет у нее несколько волшебных камешков граната Дети узнали о подземных жителях Кавказа, Таврах Испытали силу гнева хозяйки подземных сокровищ, госпожи Златы Хитрый дракон Гриша ведет детей на Камчатку Там он должен будет проглотить магический кристалл, огненный камень Тогда он сможет выдыхать огонь Только огнедышащий дракон может вывести человека на поверхность земли Так гласит предание Гриша постоянно обманывает детей Он в ссоре со всеми подземными жителями В продвижении ребят по подземельям полно приключений В царстве Тавров Гриша с Лерой попали в заточение А Тема был признан правителем подземелий Оказалось, что гранаты, которые нашли у него в карманах Могут быть только у короля Главный злодей Эдуард Веревкин боится, что дети, выбравшись на поверхность Расскажут всем, где месторождение газа И раскроют тайну его предательства Веревкин вместе с армией известняковых солдат Грогов спускается под землю Но осуществить задуманное ему не дает госпожа Злата У нее свои планы в отношении детей С помощью огромного старого дракона Занзибара она похищает Тему В это время Гриша с Лерой оказались на Урале Во владениях Малахитовой царевны Они не могут отгадать загадки царевны И дверь из подземного царства остается закрытой Дракон Гриша сбежал Тайна земных глубин Госпожа Злата в золотом одеянии стояла посреди огромной пещеры Стены мерцали зелеными малахитовыми огнями По полу сновали шустрые змейки Там, где они проползли, появились мраморные стулья и стол Накрытый зеленой бархатной скатертью На скатерти бокалы из зеленовато-коричневого оникса Блюда из серо-розовой яшмы Ложки из прозрачно-серого агата Чашки из дымчато-зеленого нефрита В центре стола возвышался прекрасный каменный цветок Из зеленого малахита Малахитовая царевна в образе юной девушки Одетой в длинный зеленый сарафан С зеленым кокошником на голове Стояла в тени у стены, почти сливаясь с ней Царевна хлопнула в ладоши И сделала приглашающий жест Да, богато живешь, сестра Недаром Урал называют золотым поясом России Госпожа Злата села в гранитное кресло Старый дракон Занзибар, устроившийся у дверей зала Тяжело вздохнул, положил огромную рогатую голову на передние лапы И закрыл глаза Малахитовая царевна осталась стоять Холодно глядя на гостью Хорошо живешь, спокойно И не знаешь, что вокруг происходит Малахитовая царевна посмотрела в сторону Там у стены суетились ее змейки Помню, что ты дала обет молчания Не желаешь ни с кем говорить Что люди больше не интересуют тебя И все же тебе должно быть известно, что в подземном мире неспокойно Многие годы король не возвращался Каждый народ стал жить по-своему Тавры закрыли границы и никого к себе не пускают Появились самозванцы Они разворовывают подземные богатства Не станешь же ты возражать, что нам нужен новый правитель Или правительница Малахитовая царевна снова посмотрела на своих змеек Они расползлись, оставив под собой буквы Все загадки загадываешь Ползет, как змея Поссоримся ты и я Знаю я твои загадки, сестра Ответом будет обман Но я тебя не обманываю Ну-ка, Занзибар, посмотри, что там делает Лера Что-то она задержалась Сейчас посмотрю, моя госпожа Занзибар поднялся и тяжело ступая вышел из пещеры За ним уползли змейки Госпожа Злата наклонилась ближе к сестре Дети, которых я привела, ищут выход наверх Ты общаешься с людьми Данила мастер гостил у тебя Потом ты выпустила его на поверхность Значит, ход есть? Выведи детей Дай мне поговорить с их отцом Мальчик Тёма уверяет Что его отец вылитый король Если это так Нам не нужны правители с земли Мы тут сами разберемся Малахитовая царевна скользнула вдоль стены Махнула рукой Из шуршащего звука Родился звук шагов И далекое бормотание Спасибо Спасибо, что принесли полотенце Теперь он должен очнуться, правда И за кровать спасибо Хоть она и каменная Лучше же лежать на кровати, чем на полу В комнату вошла заплаканная Лера У её ног велись змейки Лера вытерла слёзы Оглядела стол полной еды Заметила госпожу Злату И кинулась к ней на шею Злата, почему Тёма никак не просыпается? Зову, зову А он всё спит Что с ним? Он ведь проснётся, правда? Госпожа Злата Отстранила от себя Леру Усадила её на соседнее кресло Заметив, что Малахитовая царевна смотрит Притворно улыбнулась Видишь, сестра, как они страдают Бедные дети Вместо того, чтобы быть рядом с папой и мамой Они вынуждены скитаться Пропускать обеды Жить в антисанитарии Спать на камнях А ведь им перед сном нужно пить горячее молоко И слушать сказки А не мотаться по подземельям Помоги им Выведи наружу А вы можете? Правда? Спасибо Я Тёмку сейчас разбужу Мы быстро соберёмся Нам очень нужно к папе Малахитовая царевна покачала головой Змейки около её ног снова засуетились Что вы пишете? Это какая-то загадка? Что слаще мёда и сильнее льва? О чём это она? О камне? Она имеет в виду сон Твоего брата сразил сильный сон Она не хочет его будить Значит, ты не хочешь нам помочь Малахитовая царевна Отрицательно покачала головой Но ведь королевой подземного мира Можешь быть и ты Подумай! Можно я съем что-нибудь? Мы всё идём и идём куда-то Гришу тоже надо бы покормить Не пропадёт твой Гриша Рядом где-нибудь отирается Без вас он отсюда не уйдёт Мы ему обещали камень найти на Камчатке Мне тоже нужно поговорить с ним Спросить о камне О том, что у него внутри Может, на запах еды придёт? Что внутри? Неважно Малахитовая царевна посмотрела в сторону Змеи с шуршанием засуетились у её ног Госпожа Злата приподнялась Что опять? Стены пещеры задрожали Госпожа Злата вскочила Доставая из кармана чёрную коробочку Магнитный резонатор Дальняя стена раздвинулась И в пещеру вбежал Занзибар Госпожа! Они сбежали! Кто? Зачем? Мы же у своих! Мальчишка! То он лежал-лежал А тут вдруг свет погас Я туда-сюда думал За спичками метнуться Вдруг шорох Я и решил, что это змеи возвращаются А потом смотрю Нет пацана Что? Как сквозь землю провалился Он же спал Не мог же он просто встать и уйти Свет на минутку выключился Там и кепка его с камнями осталась Занзибар протянул госпоже Злате Тёмину кепку Украшенную крупными камнями граната Гриша! Ах ты, трёхголовая подлость! Его лап дело Зачем ему, Тёма? Вы ему нужны Без вас его за первым же поворотом Прихлопнут А ты? Госпожа Злата Повернулась к Занзибару Занесла над ним руку Старый дракон покорно зажмурился Как ты мог опять его упустить? Простите, моя госпожа Мальчишка нужен мне У него гранаты Он называет себя сыном короля Но у короля не было сына После короля идёт королева На моём пути не должно быть помех И Гришу, Гришу мне найди У этого балбеса Внутри волшебный танзанит Один раз этот камень уже помог Ему исчезнуть Осталось две попытки Вернее, одна Пошли! Куда вы? Что вы хотите сделать с Тёмой? Что за камень? Лера встала на пути госпожи Златы Прочь с дороги, девчонка Госпожа Злата устремилась в коридор Лера побежала вокруг стола Чтобы опередить Злату Но Малахитовая царевна не пустила её Она подняла руку И десяток змеек Преградили Лере путь Пустите! Пустите меня, прошу вас! Но почему? Змейки перед Лерой расползлись Открывая новую загадку Не живая, а идёт Неподвижно, а ведёт Да что это за дурацкие загадки? Пропустите меня к Тёме! Малахитовая царевна не двигалась Не пустите, пока не отгадаем? Попробуем Не живая, идёт Неподвижно Это дорога! Она всегда ведёт вперёд! Вы покажете мне дорогу? Малахитовая царевна согласно кивнула И шагнула в стену Лера пошла за царевной Каменная стена словно растворилась перед ней Пропуская Леру в неизвестность Ещё шаг Высокая пещера С уходящими куда-то вверх гулкими сводами Была тускло освещена Было видно, что пол пещеры Усыпан обломками камней Там и тут валялись какие-то инструменты Похоже на заброшенную мастерскую Обломки камня зелёного Это малахит Чаша на столе Это же малахитовая чаша Каменный цветок Здесь работал Данила-мастер И он отсюда вышел Вы меня выводите наружу, да? Не дожидаясь ответа Лера устремилась вперёд Дорогу ей указывали змейки Вдалеке показался свет Солнечный свет Наконец-то! Мы так долго мечтали оказаться на поверхности Мы так долго шли А нас всё не пускали и не пускали Папа, мы скоро увидимся! Тёмка так ждал этой встречи Тёмка! Лера остановилась Змейки взволнованно закрутились вокруг неё Я совсем забыла про Тёму Надо найти его и взять с собой Лера говорила сама с собой Продолжая идти вперёд Я же всегда ему говорила Всегда! Будь рядом! Не лезь куда не надо! А он? Вот где он сейчас? Где мне его искать? Телефон? Это папа! Папа! Алло! Папа! Ты меня слышишь? Алло! Алло! Лера побежала к виднеющемуся впереди просвету Папа! Ты слышишь меня? Лерка! Да, слышу! Вы где? Ой! Папа! Мы на Урале! Тут такое! Тут змей! И Малахитовая царевна! А Тёмку приняли за правителя! Как на Урале? Лерка, а Тёма с тобой? Лера остановилась, оглянувшись Он тут, рядом Было небольшое сражение И Тёмка устал Он спит Какое сражение? С кем вы там воюете? Опять Верёвкин? Ну, пусть только покажется Немедленно в полицию сдам Так, вы где? Никуда не уходите Я сейчас приеду за вами Нет Тут сейчас нет дяди Эдика Хотя он тоже появляется Лера тяжело вздохнула Шмыгнула носом И закрыла глаза Папа Знаешь Мы сейчас не можем с тобой встретиться Почему? Ну, если вы на юге Урала То там, рядом, по Даринбургам На газовом месторождении Газпрома Работают мои друзья Они вас встретят Лер Лера, ты меня слышишь? Лера, алло! Лер, как Тёма? Лера не отвечала Она стояла и смотрела обратно в проход Что вёл в пещеру Змейки шныряли у неё под ногами Вдалеке еле угадывался Зеленоватый образ Малахитовой царевны Тёма У него всё хорошо, пап Мы потом тебе всё обязательно расскажем Сядем вместе И тебе И маме Всё-всё-всё расскажем Мы очень скоро вернёмся Но сначала нам надо попасть на Камчатку Куда? Зачем на Камчатку? Лера, стой, нет Нет, нет, нет Я сейчас напишу своим друзьям Они приедут за вами Я вылетаю первым же рейсом Пап, нам необходимо попасть на Камчатку И помочь одному дракону Тебя плохо слышно Дракону? Лера, с тобой всё в порядке? Ты потом всё поймёшь, папа Мы должны найти огненный камень Ничего не понимаю Лера, какой камень? Где Тёма? Переступая через осколки камней Лера медленно пошла обратно Вглубь пещеры Папа, Тёма не слушает меня Ты скажи ему потом А дядя Эдик Мы всё узнали У него есть такая маленькая чёрная коробочка Это всё из-за неё Из-за неё ты потерял своё открытие Дядя Эдик устроил землетрясение Породы сдвинулись Но мы теперь знаем, где находится это месторождение Тёма его засекретил Вот Верёвкин и злится Он хочет выведать у Тёмы секрет Но у него ничего не выйдет Мы долетим до Камчатки А оттуда вернёмся домой Лера, дорогая моя, храбрая моя девочка Я всё понял Камчатка, Огненный камень Это вулкан, Ключевская сопка Я найду вас там Верёвкина, не бойтесь Он вас не посмеет обидеть Лера, ты меня слышишь? Лера, мы скоро увидимся Ну не плачь Ну не плачь Береги Тёму, Лер Завтра мы будем вместе Алло, Лер Лера, ты слышишь меня? Лер Лера опустила руку Экран телефона погас Она вытерла последние слёзы И пошла навстречу Малахитовой царевне Спасибо, что вывели меня наверх Но мне нужно вернуться к Тёме Я не могу оставить его здесь Малахитовая царевна кивнула Мы к вам как-нибудь попозже зайдём в гости Вы очень хорошие Сейчас мне нужно найти Тёму и Гришу Вместе мы должны добраться до Камчатки Как вы думаете, это возможно? Ай, жалко, что мы не можем сейчас уйти отсюда вместе с Тёмой Но мы обещали помочь Грише Обещание нужно выполнять Малахитовая царевна опустила голову И посмотрела себе под ноги Там носились змейки Они извивались, закручивались в кольца А потом разом расползлись в разные стороны Оставив на камне слова Её не увидать, в руках не подержать Не услышать ухом, не почуять нюхом Хм, новая загадка Это, наверное, не предмет и не живое Раздался скрежет Проход закрылся И пещера погрузилась в полумрак Зеленоватый свет от малахитовой царевны Растворялся в темноте Напоследок она махнула рукой И на Лере появились малахитовые украшения Ободок корона, клипсы и бусы Они сверкнули И всё вокруг погрузилось во тьму Из-за этой темноты Лера не заметила Как на месте слов появилась широкая трещина Чего мы не видим? Солнце видим Луну тоже видим А если темно? В темноте ничего не видно Её темноту не слышно И в руках подержать нельзя Правильно? Её не увидать В руках не подержать Не услышать ухом И не почуять нюхом Темнота! Это темнота! Лера сделала шаг И провалилась в трещину Она летела и летела Прошла минута, другая Тьма, словно ковёр, самолёт Окутала её со всех сторон Потом нежно подхватила её И опустила на что-то мягкое За что? Не трогайте! Только не по голове! Мой зуб! Кто это на нас упал? Мы так и будем в темноте сидеть Тёмка! В темноте что-то щёлкнуло На когте дракона Гриши Загорелся маленький огонёк Он осветил узкий тупичок В котором сидел трёхголовый дракон Рядом с ним сидел Тёма А на крыле дракона Лежала только что прилетевшая Откуда-то сверху Лера Тёмка, ты нашёлся! Вот это прикидик у тебя! Малахитовая царевна подарила А вы что тут делаете? Тёма, ты проснулся? Поспишь с вами Схватили, потащили Ничего я не понял Что произошло? Я был у тавров Ел вкусную еду Потом грохот всё посыпалось Открываю глаза Гриша Уверяю, что спас меня А то как же! Прямо из лап злодеев вытащил! Ты же знаешь, братан Мы без тебя никуда Ты же нам друг, товарищ И можно сказать брат Тём, ты всё пропустил Дядя Эдик с госпожой Златой Напали на тавров Мы с Гришей еле спаслись А тебя на драконе Занзибаре Вывезла госпожа Злата Потом мы попали к Малахитовой царевне Ты спал и спал Никак не приходил в себя Потом ты исчез И меня вывели на поверхность Куда? Лера показала наверх На землю Мне даже папа успел позвонить Хотел встретить нас в Оренбурге Но я сказала, что мы обещали Грише Добраться до Камчатки И найти камень Мы с тобой друзья, Гриша И мы должны тебе помочь Короче, летим Папа будет ждать нас У Ключевской сопки Послышались всхлипы Гор осторожно лапой Утирал слёзы Друзья Меня так ещё Никто не называл Оказывается, госпожа Злата Вовсе не добрая Она хочет стать правительницей подземелья Для этого Ей надо отобрать у тебя Камни-граната Камни-граната? И не только Гриша, а что за камень у тебя в животе? Гриша погладил себя по животу Три его головы переглянулись Понимаешь, подруга Это долгая история Я бы, конечно, рассказал Но... По стенам пошла вибрация Посыпались камешки Где-то загрохотало Кажется, сматываться пора Потом расскажешь Надо лететь Ну, вставайте, вставайте Это госпожа Злата Чего тут всё время что-то обваливается? Не могли нормально построить, что ли? Ну, что же вы? Полетели! А мы того не можем У этого балбеса зуб болит Лор стукнул подбородком По голове Тора Ой-ой-ой-ой-ой Только не по голове А ещё Вот Только сейчас Лера заметила Что изо рта Тёмы Вырывается пар Стены в тупичке Покрыты инием И крылья Гриши Примерзли к полу Всё вокруг Опять задрожало Что-то шло По подземелью Тяжело Сотрясая стены Тёма, бежим! Я тоже примерз Извини, Лерка Сначала у этого Зуб заболел Он стал ныть Мы опустились А тут лёд Тут, наверное, Север близко Стены Затряслись Посыпались камни По полу пробежала Большая трещина Лера схватила Тёму За руку И потянула на себя Тёма, вставай же, давай Надо идти Я обещала папе Тёма Гриша Нет, не получится Это непростой лёд Он того Заколдованный Только огнедышащий дракон Сможет его растопить Тайны земных Голубин В поисках Таинственного Кристалла Продолжение Следует